Последнее выездное заседание регионального правительства состоялось в Шуе. По словам Михаила Мени, Иванова – голова региона, а вот в Шуе – его сердце. В ходе мероприятия выяснилось, что работает пламенный мотор губернии неплохо. Весьма комфортно чувствует себя предприниматель, увеличила зарплату на крупных и средних предприятиях с 12,5 тысяч рублей в 2011 году до 17 тысяч рублей в 2013. Однако рабочих мест в Шуе, как и в других городах Ивановской области, не хватает. Администрация рассматривает варианты, которые помогут остановить отток населения. Реализация на территории города проекта расширение производства, связанного с пошивом спецодежды для работников нефти, газодобывающей и нефтеперерабатывающих отраслей ООО «Текстиль-М», заключающегося в строительстве швейной фабрики и организации дополнительных 200 рабочих мест и создание технопарка Шуя. В рамках программы по переселению граждан из аварийного жилья в Шуе построен трехэтажный дом. В ноябре сюда приедут 36 семей. Квартирный вопрос решают за счет средств фонда реформирования ЖКХ и областного бюджета. С 2012 по 2015 годы на улучшение жилищных условий Шуян будет потрачено 139 миллионов рублей. В настоящее время 24 многоквартирных дома общей площадью почти 5000 квадратных метров признаны аварийными. При условии предоставления средств из фонда содействия реформирования ЖКХ на переселение жителей из аварийных домов будут переселены 257 человек. Перед заседанием правительства губернатор успел прогуляться по Шуйскому Арбату. Он уже давно давал поручение стилизовать вывески и рекламу на манер архитектуры старого города, а фасады зданий привести в порядок. Но ничего сделано не было. Если бы не справились с элементарной задачей просто наведения порядка, это говорит о том, что стоит ли вообще-то дальше тогда нам думать, если мы даже здесь ничего не смогли сделать. Элементарное там два-три действия. Городостроительный совет собрать, утвердить, как будут выглядеть образцы вывесок этих, пригласить потом депутатов и с депутатами городской думы принять это решение, потом пригласить всех собственников помещений вне в зависимости от формы собственности и установить срок, определенный, за который они, согласовав с архитектурой города, поменяют всю наружную рекламу и наружные вывески. Уже к весне администрация предстоит решить все вопросы облика центральной площади. Если, конечно, испытывать терпение Михаила Меня не значится в планах шуйских чиновников.